В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. На судебном процессе по делу Геннадия Труханова прокуратура представила в качестве доказательства протоколы осмотра купленного здания и видеозапись сессии Горсовета. Для решения своих коммунальных проблем люди все чаще вынуждены идти на крайние меры и перекрывать улицы, иначе городская власть их просто не слышит. Одесский национальный университет имени Мечникова и Решильевский лицеи будут сотрудничать в области создания единого образовательного пространства. 28 января в Одесский госпиталь вертолетом санавиации доставили тяжело раненого бойца АТО. Об этом сообщает волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. По словам волонтера, военнослужащий в очень тяжелом состоянии его госпитализировали в отделении реанимации. Андрей Танцюра отмечает, что в ближайшее время требуется оплатить специальную ЛСП-пластину и набор расходных материалов для проведения операции в отделении урологии. Это порядка 18 тысяч гривен. Поэтому он обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь с приобретением лекарств для раненого бойца. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств вы видите на экране. Законность приобретения городским советом здания завода Краян вызывала сомнения еще при подготовке сделки. Об этом свидетельствуют материалы, представленные антикоррупционной прокуратурой в ходе исследования доказательств на судебном процессе по делу Геннадия Труханова и группы чиновников мэрии. Очередной том доказательств обвинения содержал протоколы осмотра двух корпусов завода Краян, купленных мэрией. Следственная группа подробно зафиксировала техническое состояние помещений на всех этажах в девятиэтажном и четырехэтажном зданиях. Результат можно выразить одним словом – разруха. Как считает следствие, плачевное состояние здания является серьезным аргументом при обвинении руководства мэрии, в излишнем расходе бюджетных средств. За подозрительно большие деньги купили почти разваленный. Прокуратура представила суду отрывок видеозаписи в днеочередной сессии городского совета, собранной в октябре 2016 года специально для получения разрешения на покупку краяновского здания. Ряд депутатов разных фракций высказал сомнение в целесообразности и законности сделки. Нет ни пояснительной записки, ни обоснования, ничего у вас по сути нет, чтобы позволило ознакомиться действительно с необходимостью проекта, с его экономическим обоснованием и во сколько же все-таки он обойдется в конечном итоге город. Нам не дали возможности с этим ознакомиться. Фактически сейчас мы, если голосуем за это решение «за» или «против», то мы или соглашаемся с этими выставками, или не соглашаемся. А как мы это можем сделать, если мы их не видели? На сессии возник и вопрос о компании-продавце здания, которой городской голова тогда еще только собирался отдать 185 миллионов гривен. Когда компания основана, чем она занимается, уставной фонд и где она зарегистрирована? Данная юридическая компания «Дизбеллок Мандули» выносит все признаки фиктивного предприятия. 22 августа это предприятие было зарегистрировано, 26 августа после этого года это предприятие стало владельцем данного объекта. Прокурор акцентировал внимание суда на некоторых, по мнению следствия, наиболее важных обстоятельствах, обсуждавшихся на сессии. Проект називался «Про надание згоди на придбание», но другим пунктом назначено «Про доручение департаменту укласти договор за соответствующую сумму коштей». Менш ніж рік тому, фактично, цей майновый комплекс заводу «Краян» за набагато меншу ціну було виставлено на реалізацію. Запитання риторичне, як здійснювалось дослідження ринку нерухомого майна, коли свого часу на це уваги не було звернуто. Але в подальшому за 185 млн. безумовно було прийнято рішення про купівлю. В ответ на это Геннадий Труханов высказался совершенно не конкретно. Обычно так выступают не в суде, а на политических митингах. «Ми тогда действовали, городскаво, і я лично, в плані того, що в країні проходили, якщо об цьому не знає, в цьому об'єднані, ідуть реформа. На момент, коли нам було приймати це рішення, либо ми повинні були залишити ці ріформи і передачі, либо далишатися. Нам не було де розміщати наші подразделення». Реформа реформами, а закон законам. Прокуратура обвиняє мэра і його подчиненіх не в проведенні реформ, а в нарушенні закона с использованием большинства депутатського корпуса. «То, що я сьогодні слушаю, конечно, емоції переполняють, я, конечно, сдерживаю. Але демонстрація сесії городського совета, якщо поговорити з депутатами до різних созывів, в різних періодів, вони скажуть, що такої демократії, от такого обсуждення, предоставлення слов, не було ніколи. О розцвете чи розгуле демократії в Одесі може судити кожний горожанин. Подробні розсоти і оцінки доказів обвинення будуть производитися вже на стадію судебних дебатів. Олександр Віноградов, Андрій Теречник, зелі компанія «Крух». Одеса лишиться еще части своей рекреационной зоны. Как сообщает интернет-издание 048, на бывшей территории санатория «Якорь», расположенного на 16-й станції Большого фонтана, будет построено многоэтажное здание. И уже сейчас будущую стройку расчищают от растущих здесь деревьев. Ну прямо по классике. Пилите, Шура, пилите. Что-что, а пилят в нашем городе с небывалой силой. Городская власть пилит бабло, а чтобы можно было пилить бабло, дають застройщику возможность пилить деревья. И не беда, что Одеса лишается своих зеленых легких. Никого из городского руководства не волнует, что скоро, кроме выхлопных газов, дышать будет нечем. И все равно, что отдыхать обычным гражданам будет негде. Бабло побеждает все. Накануне журналистами издания 048 был зафиксирован случай очередного спила деревьев на территории очередного санатория, отданного городскими властями в очередной раз под застройку. Речь идет о санатории «Якорь» на 16-й станции Большого фонтана. Вот что пишет издание. На бывшей территории санатория «Якорь» пилят деревья. Здесь будет жилой дом. Как рассказали нам работники, которые производят вырубку деревьев по адресу Маячный переулок 7, такое задание им дало руководство – спилить все деревья, кроме хвойных. Хвойные деревья собираются пересадить ближе к забору. Работы они производят, чтобы освободить место под строительство жилого семиэтажного здания. Собственно, чтобы не быть голословными, приводим видео, снятое журналистом 048. – А зачем вы пилите здесь деревья? – А? – А что здесь будут строить? – А есть разрешение, чтобы спиливали деревья? – Нет, конечно. – У нас как принято наоборот, все без разрешения пиляется. – Приезжали, сказали, что можно пересадить елки и елки, и вот это все остается, они приносят, будут приносить. – А что здесь находится? – Здесь сейчас ничего не находится. – Не, ну это же кому-то принадлежит здание? – Это раньше, где я смогла, и надлежала. – А строиться что будет? – Не знаю, что дом будет строить. – Частный дом или это будет закрытый? – Нет, это будет большой дом, в частности и так же. На вопрос журналиста, а кто, собственно, разрешил пилить деревья, товарищи прилетали и ответили. Приходила женщина, все подсчитала и сказала – все можно пилить. Вопрос – кто эти люди, разрешающие лишать нас деревьев, воздуха и моря? И почему нашего с вами разрешения опять никто не спросил? Еще одно происшествие, спровоцированное бездеятельностью коммунальных служб, произошло утром во вторник на улице Елисоветинской. Огромное дерево упало и полностью перекрыло движение. 29 января напротив дома номер 21 по улице Елисоветинской упала огромная акация. Своим массивным стволом дерево сложило мусорный контейнер, словно карточный домик. К счастью, в результате падения ни люди, ни автомобили не пострадали. Невооруженным взглядом видно, что дерево очень старое и уже давно нуждалось в подрезке аварийных веток. Но никто этого не сделал. И вот результат. К сожалению, такие случаи в Одессе случаются регулярно. Если не принять меры, то рядом стоящее дерево постигнет та же участь. Бездеятельность городской власти в отношении многочисленных проблем, с которыми сталкиваются обычные граждане, все чаще заставляет горожан прибегать к крайним мерам, а именно перекрывать городские улицы. Только за последние полгода были зафиксированы несколько таких случаев. Обращаться к городским властям со своими проблемами все равно, что стучаться о глухую стену. Хотя нет, даже стену пробить можно. Наши городские власти могут пробить только дно. Из-за бездарной и халатной политики мэрии в отношении застройки города обычные жители потом получают целый мешок коммунальных и бытовых проблем, бороться с которыми, впрочем, ни одна из профильных городских служб, мягко говоря, не спешит. Так было с жителями домов, новостроив на Гагаринском плато, которые митинговали у мэрии, перекрывали улицы. Так было с жителями улицы Хуторской, также неоднократно перекрывавшим дорогу. Так было с жителями ЖК Новые Черемушки, которые из-за проблем с электроэнергией неоднократно выходили на акции протеста. А несколько дней назад снова вынуждены были выйти на улицу. Люди пошли на крайнюю в данном случае меру перекрытия дороги. Жители новостроя возмущены тем, что за электричество им приходится платить по весьма завышенным тарифам почти в половину дороже, чем остальным гражданам. Газ для котельной мы получаем по промышленному тарифу, и поэтому у нас отопление очень дорогое в доме, у нас очень дорогое электричество, потому что тоже нет этого пункта, который должен был обеспечивать не только наш дом, но и вот все эти новострои, которые рядом с нами, он до сих пор не сдан. И вот последние новости, что нам повышают опять даже тот же промышленный тариф, было 3,65, а теперь будет 3,90. То есть просто разориться можно в этом доме. Городские власти в лице УКСа и вице-мэров нам обещали не один раз помочь нам с этой проблемой, что и на сессию внесут, и деньги выделят, потому что это подстанция не только нашего дома, это частично район должен туда подключиться. Но на последней встрече нам сказали, денег нет, вы крепитесь. На проблемы людей не обращают внимания ни райадминистрация, ни управление капитального строительства, хотя, казалось бы, именно последняя, выступившая в качестве заказчика строительных работ, обязана была проследить за тем, чтобы они, работы, были выполнены добросовестно. Вместо этого УКС, естественно, по договоренности с ГАСКом, чью обязанность также входит надзор за строительными объектами, сдали дом в эксплуатацию. И до сих пор дом снабжается электричеством от строительной площадки, потому что отдельной линии к нему проложено не было. Мы хотим привлечь внимание властей, городских властей. Мы живем в доме, который до сих пор с 2015 года называется стройплощадкой. Наша площадка строительная – это городская собственность. Наш дом находится на балансе УКСа. Мы его не приняли. Мы взяли дом ОСББ только в управление, потому что мы не можем взять с такими недоделками дом и повесить все это на жильцов. Нас, к сожалению, кормят только подписками, обещаниями и проходит время. Ничего не меняется в лучшую сторону. Если я правильно понимаю, то за прошлый год за электричество только наш дом переплатил порядка миллиона гривен. Платежи непомерные и похожи на то, что очень многие тут структуры, они просто заинтересованы в том, чтобы мы платили как можно больше. Вышедшие на улицу люди потребовали от горсовета создать специальную комиссию для расследования деятельности должностных лиц управления капитального строительства. И если этого не произойдет, они снова выйдут на улицу с акцией протеста. 29 января Украина вспоминает героев Крут. В Одессе состоялось торжественное возложение цветов к мемориальной доске выдающимся борцам за независимость Украины Ивану и Юрию Липам. В этот день почтить память погибших героев пришли одесские активисты, военные, представители духовенства, чиновники города и области. У мемориальной доски Юрию и Ивану Липам они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Присутствовавшие читали стихи и пели песни, посвященные героям Крут. Играл духовой оркестр. Напомним, 29 января в 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области несколько сотен студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравные бои за свободу и независимость родной земли. Одесский национальный университет имени Мечникова и Решильевский лицей подписали договор о сотрудничестве. Теперь эти два старейших учебных заведения Одессы будут сотрудничать в области создания единого образовательного пространства. Как отмечает ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль, сотрудничество между двумя учебными заведениями длится уже на протяжении длительного времени. Формы сотрудничества были разными, но сейчас время диктует новые задачи. Связано это с тем, что мы находимся в состоянии такой перманентной реформы средней школы, реформы высшего образования. По ходу и те, кто работают в школе, и те, кто работают в университетах, столкнулись с многими проблемами. Ну, я не говорю уже там об организационных, административных и финансовых, но главное, мы чувствуем, что есть определенное падение уровня знаний у тех, кто идут в университеты. Мы знаем о том, что, к сожалению, сегодня фактически сложилась ситуация, когда дети, проживающие в разных местах области, имеют разные возможности доступа к образованию. Мы понимаем, что Одесский университет и Решилевский лицей сами по себе не в состоянии решить комплексно всю проблему, но надо с чего-то начинать. Основная идея подписания договора – обеспечение детей соответствующего возраста равным доступом к качественному среднему и внешкольному образованию, проживающих как в городе, так и в области. На базе лицея создан центр STEM-освиты. STEM подразумевает изучение природичных дисциплин – Science, Technology, Economics, Mathematics. И учитывая отсутствие практических учителей природничного математичного напрямка в районных областях, в районных школах, учитывая то, что на сегодняшний день, опять же благодаря инициативе губернатора, у нас практически все школы получили доступ к высокоскоростному интернету. У нас есть возможность проводить такие занятия STEM-образования удаленные. Не только те дети, которые могут приезжать. STEM-центр создан именно для детей всей области. Они могут приезжать сюда в лаборатории, проходить какой-то практику, разрабатывать свои проекты. Онлайн-обучение не знает границ. Молодежь сейчас более динамичная, поэтому нужно искать новые методы. Но самая большая сложность – это человеческий фактор. Связано с тем, что учитель чувствует некую конкуренцию. И вот те видеоуроки, которые у нас уже существуют, они стараются их не показывать, потому что тогда дети начинают говорить учителю, чтобы там где-то не пробыть. Хотя потребность у детей есть. Они боятся того, что, да, они смотрят, но они все равно стараются повторять то, что говорит им учитель. Для них учитель в сельской местности – это бог и царь. И вот сдвинуться с этой точки, при всех положительных элементах, мы проводили такой опрос, дети за это, но перейти вот этот барьер авторитарности они пока еще не могут. Поэтому, согласно договору, стороны создадут на базе Решилевского лицея Центр беспрерывного повышения квалификации учителей, которые преподают в профильных классах точные науки. Сюда смогут приезжать все желающие. Также одним из направлений деятельности в рамках договора станет углубленная подготовка по математике, физике, химии, информатике и информационным технологиям. Этот пункт особенно важен на фоне фактического уничтожения в Украине качественного физическо-математического и естественного образования. Со слов ректора, за последние 15 лет уровень знаний и точных наук существенно снизился. Но при этом в мире точные науки прогрессируют, ведь 21 век – век технического прогресса и инновационных технологий, создание и использование которых невозможно без знаний физико-математических наук. Единственному музею личных коллекций в Украине 30 лет. В Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Александра Блещенова состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Ровно 30 лет назад Александр Блещенов открыл этот замечательный музей для посетителей. Сегодня мы празднуем 30 лет с момента открытия музея для посетителей. И этим событием открываем нашу годичную программу, посвященную этому скромному юбилею. Надеемся за этот год постоянно напоминать о себе одесситам и всем тем, кто любит музей и искусство. И надеемся не сбавлять обороты и в нашей деятельности по-прежнему делать что-то впервые в Одессе, в Украине, в музейном деле. На мероприятии собралось множество одесситов. Зал был переполнен. На лицах посетителей сияли улыб. Открыла мероприятие Светлана Остапова, директор музея. Она рассказала посетителям о достижениях сотрудников музея имени Блещенова за время его существования. Например, о том, что Муниципальный музей личных коллекций имени Блещенова в 2005 году стал одним из первых в Украине, кто присоединился к международной акции «Ночь музеев». Также впервые в Одессе и в Украине музей Блещенова начал принимать участие в конкурсах на получение грантов в сфере культуры. На данный момент у музея имеется выигранных 14 грантовых конкурсов. Как отметила Екатерина Михейцева, заместитель директора Западного и Восточного музея, что музей имени Блещенова является лидером и мотиватором в плане придумывания новых идей. Мы и лидер, и музей такой настоящий впереди планеты всей в плане мотивации, в плане придумывания каких-то новых идей, новых акций. И вот этот сегодня экскурс в историю того, сколько всего важного и грандиозного произошло в этом маленьком камерном и душевном музее. Вот с детства, наверное, вот такой один из любимейших мест в Одессе. Также в честь юбилея Одесский муниципальный музей личных коллекций имени Блещенова и коммуникативно-выставочное пространство квартира номер 6 представили персональную коллекцию Виктора Томчика о похищении Европы, которую он собирал около 30 лет. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 30 января в Одессе пасмурно. Временами осадки, утром туман, ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 тепла, днем 6-8 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова